Привет, меня зовут Вадим, и сегодня мы поговорим про Доку — опенсорсный русскоязычный справочник для фронтендеров. Мы не просто посмотрим на этот справочник, мы напишем что-нибудь полезное, статью, которой там нет. Ну, в общем, опенсорс, гитхаб и немножко маркдауна. Что вообще за Дока? Это такой сайт, который мы с командой чудесных людей запустили в середине октября. Я целый год над этим работал, и вот, наконец-то, могу вам это показать. На этом сайте собрана документация по веб-платформе, как раз для фронтендеров, веб-мастеров или как вы себя называете. В общем, на Доке есть много чего интересного от HTML-CSS до докера и сетевых протоколов. В общем, давайте просто посмотрим. Вот такой сайт по адресу doca.guide, в котором HTML, CSS, JavaScript инструменты — это разделы. На главной зафичированы самые интересные статьи, вы можете почитать подробнее. Здесь список разделов, в каждом из них есть подразделы. Ну и все подробнее можно прочитать на странице каждого раздела. В HTML есть, в общем-то, практически все теги. И чтобы посмотреть на другие разделы, нужно вернуться на главную. Нет, можно нажать слэш, и откроется поиск, или вы можете пройтись по ссылкам раздела, ну, например, в CSS. Много-много свойств. Директивы, функции, цвета, трансформации. В общем, по разным разделам они разделены. Читай, не хочу. Ну или вместо навигации по разделам можно прямо использовать поиск. Docker. Хочу почитать про Docker. Что такое Docker? Давайте узнаем. Да, очень такая неплохая статья с подробностями, с объяснениями, с примерами. И, конечно же, можно пройти в раздел инструменты и посмотреть, что там еще интересного есть. В общем, чудесный сайт, чудесная команда. Но мы сегодня будем говорить не то чтобы о нем, скорее о том, как туда что-нибудь полезное добавить. В интернете есть много справочников по веб-платформе. Ну, собственно, спецификации. MDN, HTMLBook, LearnJavaScript.ru и много-много-много всякого другого. Но Docker здесь особенная. Она лежит на GitHub, она очень прозрачная, и туда очень легко законтрибьютить. Собственно, сегодня этим мы с вами и займемся. Если сходить на главную страницу, то там есть ссылка «Стать контрибьютером». Она приведет вас в организацию Docker, GitHub.docoguide, в котором есть два основных репозитория — контент и платформа. Ну и всякие другие подробности. Маленькое интро, команда, которая над всем этим работает. А мы с вами перейдем в репозиторий «Контент». В репозитории «Контент» все очень просто. Там нет никаких лишних конфигураций, скриптов и прочего-прочего. Есть папки HTML, CSS, JS, инструменты, разные служебные страницы, всякие штуки. Есть, конечно же, автоматизация GitHub-экшенов, но вас это не должно тревожить. Мы сегодня будем контрибьютить. А еще в доке есть репозиторий «Платформа». Собственно, здесь верстка, шаблоны и прочие-прочие-прочие современный проект на генераторе статики Eleventy. Вы можете подробнее почитать здесь, в документации, или, в общем-то, вгрызаться в исходный код и пытаться нам помогать развивать этот проект дальше. Ну хорошо, мы решили что-нибудь законтрибьютить в доку. Какие могут быть для этого причины? Ну, например, вы могли чего-то не найти на сайте и добавить это, потому что вы что-то об этом знаете. Или вы что-то нашли, но хотите поправить. Я не нашел на сайте доке свойства TabSize. Я недавно про него рассказывал в видео про табы и пробелы. Обязательно посмотрите. Я решил написать короткую доку про это свойство. Но прежде чем туда идти, я посмотрел, нет ли выше тех, кто уже работают над ней, и какие вообще планы у этого проекта. Давайте сходим в ишью. И тут очень много всего. 408 ишев. И мы с вами отсортируем их, например, по CSS. Хорошо. И добавим еще лейбл дока. Таким образом, мы с вами видим иши про документацию и CSS. И среди них есть где-то свойства TabSize. Да, отлично. Алена Батицкая засайнила баг на себя, чтобы его никто не стащил, потому что я заранее предупредил, что я буду писать статью. Очень хорошо. Но если вы не предупредили Алену заранее, лично, вы можете зайти и написать комментарий. Привет, готов взяться. И к вам вернутся и скажут, здорово, классно, начинай. У меня есть полноценный доступ к этому репозиторию, но сегодня я вам покажу сценарий, по которому я его форкаю, а потом делаю pull request. Прямо не уходя из иши, мы можем форкнуть этот репозиторий. Нажимаем на кнопку fork, и я его сфоркаю в свой личный аккаунт, не в организацию куда-нибудь. Нажал, форкнул. Получилось pepelsbay.content – это репозиторий контента доки. Теперь давайте я возьму и склонирую локально. Видите, pepelsbay.content – это мой форк. Зайду на десктоп и напишу git clone и контент. Окей. Мы форкнули репозиторий, склонировали, и теперь нам нужно добавить туда статью. Давайте, может быть, сначала заведем какую-нибудь ветку, в которой мы будем работать. Прямо в мейне работать немножко странно. Можно закрыть консоль, открыть в VS коде нашу папку, и теперь пользоваться уже консолью прямо из VS кода. Откроем консоль и сделаем git checkout, какую-нибудь новую ветку, например… Да, мы будем свойства topSize делать, поэтому мы такое назовем – topSize. Отлично. Мы теперь на ветке topSize. Скопируем это название. Мы этот псевдоним будем везде использовать. Собственно, название, свойства. Чтобы разобраться, что делать с докой, можно пройти в папку docs, да, у доки есть своя документация. И прочитать здесь подробное, что и как можно делать, как писать статьи, как контрибьюти и так далее, как делать демки. Мы с вами тоже этим будем сегодня заниматься. Но я это все уже знаю, поэтому просто следите, как я это делаю. Папка css. Создаю под папку. TopSize. В ней создаю файл index.md, и здесь у нас будет содержаться наша статья. Я уже написал статью заранее, чтобы не тратить ваше время. Давайте мы вставим основу сюда и разберем, как она устроена. Раз. Сохранили. Смотрите. У нас есть мета-шапка нашего Markdown файла, в котором описано название автора и тип материала – док. Если вы не знаете, что такое Markdown – это такой простой текстовый формат, который очень прозрачно конвертируется в HTML. Там есть специальные символы, которые обозначают полужирный, курсив, списки, заголовки и всякое такое. С ним довольно легко разобраться и довольно-таки полезно. Документация очень часто пишется на нем, и это, в принципе, удобный формат для того, чтобы что-то описывать, ну, именно для разработчиков, потому что, повторюсь, он очень прозрачно конвертируется в HTML. В доках есть типичные заголовки – кратко, пример, как пишется, ну, и я симпровизировал заголовок, зачем нужно. Давайте разбираться. Табсайз. Здесь обычное описание. Табсайз меняет длину символа табуляции. Таба. Классно. Кратко и понятно. Дальше очень простой пример. Мы тегу pre делаем tab-size 4. Что это за странные бэктики? Это так называемый блок кода в Markdown, GitHub Fences он называется. Вы пишете такие три бэктика в начале и в конце, и тут рядышком тегаете, какой тип языка вы используете. Ну, и мы тут написали CSS, поэтому это CSS tab-size 4. И здесь описываем, что происходит в демке. Значение 4 задает длину таба в 4 пробела. Очень здорово. Дальше подробности. У свойства tab-size есть два варианта значений. Длина в количествах пробелов по умолчанию 8. То самое, что мы использовали здесь. А можно еще использовать фиксированную ширину. Длина в любых единицах измерения длины. И здесь стоит ссылка. Любой справочник, энциклопедия, руководство должны быть хорошо связаны. То есть, мы из одних статей ссылаемся в другие статьи, чтобы можно было уточнить непонятное или просто долго и интересно читать. Ну, и здесь мы объясняем, зачем это все нужно. Иногда в ходе используют табы и пробелы. И когда вы используете табы, неплохо бы управлять их шириной для того, чтобы их было удобно читать. Поскольку ширина 8, исторически принятая, слишком широкая, хорошо бы уменьшить всего до 4 или до 2. Ну, вроде бы статья как будто готова, но мы не понимаем, как она будет выглядеть. Markdown, конечно, хороший. Его удобнее читать, чем rtml. Но, тем не менее. Давайте мы предпросмотрим, как эта статья будет выглядеть. Я вам уже показал, что у доки есть контент, есть платформы. И контент мы уже склонировали, чтобы писать статью. Но мы можем посмотреть, как это выглядит на сайте локально, если мы все поднимем. Поэтому давайте склонируем репозиторий платформ и разберемся, как их подружить с контентом. Идем в репозиторий платформ. Форкать мы его не будем. Нам нужно просто использовать его для того, чтобы посматривать, как все выглядит. Возьмем и просто его склонируем. Скопировали. Открываем консоль. Идем наверх. И делаем тот же самый git clone, но только платформа. И теперь идем в папку платформ. Устанавливаем зависимости. npm install. Пока устанавливаются зависимости, я вам расскажу, почему в контенте мы зависимости не ставили, а в платформе ставим. Контент – это очень простая репозитория. Там просто есть маркдауны, немножко гитхаб-экшенов, документации и так далее. Чтобы вам очень легко было начать. Сейчас, показывая, как это все делать с платформой, я, конечно же, усложняю. Но мне кажется, это полезно, если вы захотите увидеть, как ваша статья выглядит на реальном сайте. Окей, поставили. А теперь давайте кое-что дополнительное запустим. Маленький трюк. Node. И здесь make links. Enter. Он спрашивает. Репозитория контент находится уровнем выше и лежит рядом? Да, у нас лежат рядом папки контент и платформ. Соглашаемся. Все. Симлинки готовы. Что за симлинки? Смотрите. Платформе нужно знать, где лежит контент. Поэтому мы прокидываем контент внутрь платформы, не просто копируя файлы, а делая ссылки на эти папки и файлы. То есть платформа во время сборки будет знать, где все лежит. Чтобы понятнее стало, давайте посмотрим на папку src. Сходим в нее. Мы находимся внутри платформы. src. И сделаем lsla. Видите, у нас папка js, которая здесь лежит. Это не папка js, это на два уровня вверх, контент и js. И аналогично. Pages, people и так далее. Эти все вещи мы храним в контенте, а из платформы только симлинкуем, чтобы можно было собирать. Сходим выше. И запустим платформу. npm start. Запустилось. Давайте теперь нажмем на эту ссылку и откроем в браузере. Смотрите, у нас есть полноценный, локально запущенный проект. Теперь давайте сходим в css.tapsize и введем нашу статью. Она локально собралась от renderals. Довольно прикольно. Теперь мы можем поставить редактор слева, сайт справа и все будет прекрасно собираться. За легким исключением, что это все будет немножко медленно, потому что платформа немгновенно собирает. Это большой сложный сайт. Но мы потихонечку будем улучшать этот процесс. А так, на самом деле, вам это не нужно. Писать в Markdown довольно таки хорошо. И уже из-за этого можно отправить хороший pull request. Хорошо, статья есть. Мы, в принципе, объяснили, что есть такое свойство, как оно работает. Но, знаете, тысячу слов. Может, лучше одну демку сделать? И мы сделаем даже не одну, а целых две демки. Мы покажем, как работает само свойство и его значение. А во второй демке покажем, как можно адаптировать tabSize. Как раз из-за моего предыдущего видео. Напоминаю, посмотрите. Откроем наш tabSize и заведем здесь папку demos. На самом деле, есть подробная документация, как демки делать. Вы прямо, находясь в репозиторе контента, можете открыть файл demos.md в папке docs и почитать, что такое демка, как их делать, какая структура файлов должна быть, какой должен быть шаблон внутри и так далее, и так далее, и так далее. Я сам эту документацию написал. Должно быть понятно. Я надеюсь. Ну так вот. И в папке demos создадим под папку values. И в ней положим файл index.html. Это будет наша первая демка. Я скопирую туда заранее написанную демку и покажу вам, как она работает. Сохраняем. Там платформа начинает собираться, и мы ожидаем увидеть нашу демку где? css, tab-size, demos и values. Да, смотрите, работает. Давайте увеличим, чтобы стало лучше видно. Что здесь происходит? Ну, у нас здесь какой-то базовый сетап сделан. Display Grid Place Items Center, чтобы все было по центру. И что еще? Код, ла-ла-ла. Самое интересное здесь происходит. У нас есть три блока pre-code, tab-size 8, 4, 2 и 50 пикселей. И, соответственно, расставлены классы. Никаких классов вообще нет. 4, 2 и пиксели. Собственно, 4, tab-size 4, 2, tab-size 2 и 50 пикселей. Так оно и рендерится. То есть мы показываем в нашей демке, как эти значения работают. Довольно здорово. Мы в доке не просто пишем демки, мы встраиваем статью с помощью eFrame. В документации об этом написано, давайте мы это сделаем. Идем в нашу статью. И там, где мы хотим встроить нашу демку, вставляем eFrame. Это будет название нашей демки, вариант значений. И пишем относительный путь. demos, values. И задаем высоту, 375. Сохраняем. Обновилось. И вот у нас есть демка. И с ней рядом даже ссылка «Открыт демо в новой вкладке». Мы его не добавляли, но во время трансформации это все дополнительно рядом добавляется. Очень удобно. И вот теперь мы можем оценить, как это собственно рендерится и работает. Очень здорово. Эта демка полезная. Она показывает возможные значения, свойства Tapsize, но немножко скучноватые. Давайте сделаем веселее. Мы сделаем демку, в которую будет встроен другой фрейм. Этот фрейм можно будет ресайзить. И внутри фрейма будет страница, на которой Tapsize будет реагировать на ширину нашего фрейма. И тем самым меняться с помощью медиа-выражения. Что-то очень похожее на то, что я сделал в предыдущем своем видео. Откроем папку с демками еще раз. Заведем папочку Adaptive. И здесь тоже HTML файл. Index.html. Сначала сделаем внутреннюю часть этой демки. Adaptive. Сделал. Сейчас вам объясню, как она работает. Смотрите. У меня здесь есть блок Pre. С каким-то кодом, ну вот прямо с этой страницы. HTML, Display Grid, Body, Background Color, еще что-нибудь такое. Видите, здесь везде табы, а не пробелы. При выделении они подсвечиваются. Такая настройка VS кода. И, собственно, мы хотим сделать так, чтобы по умолчанию Tapsize был 1, а при увеличении, 350 пикселей, 400, 450, у нас Tapsize становился все больше, больше и больше, доходил аж до 4. У нас демка уже отработала. Давайте посмотрим. Adaptive. Она идентична предыдущей, просто на желтом фоне. Но это только начало. Давайте мы проверим, что она работает. Я открою режим адаптивности в DevTools Firefox и по Resize окно. Видите? Поп-поп-поп. Поп-поп-поп. Работает. Вот то же самое я хотелось бы сделать в самой демке. Было бы круто, да? Ладно, закроем и сделаем вот что. В папке Adaptive мы продублируем этот файл. Назовем его Code.html. И, собственно, в коде у нас это все и останется. Нам нужна обертка. И мы сделаем ее в файле index.html. Заменим содержимое index.html на обертку, которая уже, видите, немножечко по-другому устроена. Сохраняем. Смотрите, обновилось. У нас здесь есть frame. Вот он, frame, в котором встроен файл Code.html. И мы внутри видим ту самую желтую страницу. Мы закруглили border-radius, спозиционировали, размеры сделали. В общем, все очень здорово. А еще у нас внизу есть input type range. Это такая ручка, которую можно двигать. И на эту ручку повешены скрипты. И мы при событии input ширину фрейма, который мы заранее нашли, меняем. И получается, смотрите, то есть мы ручкой меняем ширину фрейма. А почему мы упираемся в этот? Здесь получается такая ширина, а сюда такая. Мы использовали атрибуты min 300, max 400 и начальное value тоже 300. То есть ничего не происходит. 300, а здесь диапазон до 470. Мы сами контролируем, какие значения input type range изменяет. Ну, теперь давайте встроим эту демку на нашу страницу. Идем сюда. И сейчас встроим такой же фрейм в наш индекс md. Идем сюда. И после, зачем это нужно, встраиваем нашу демку. Здесь у нас тоже адаптивный top size. Это заголовок нашей демки. Здесь путь demos adaptive и height 470. Тут был 375, тут 470. Откуда я беру эти цифры? Высоту мы просим авторов задавать так, чтобы вся демка помещалась. А ширина всегда будет 100%. Это мы сделаем на уровне верстки. Обновилось. И видите, теперь вся демка помещается в высоту. И мы можем кликнуть внутрь этого фрейма и присайзить, чтобы разобраться, как что в этой статье работает. Демки хороши своей наглядностью. Но было бы классно эту демку каким-то образом описать. Что там происходит, как она устроена. Давайте добавим немножко текста, чтобы завершить нашу чудесную статью. Добавим описание перед демкой. Значение можно менять в зависимости от ширины окна. В примере ниже желтый блок с кодом. И мы можем прямо сослаться на эту нашу демку, чтобы можно было открыть ее отдельно. А после демки добавим небольшое описание, чтобы было понятно, что в этой демке происходит. Даже если вы туда не сходили. Сохраняем. Обновилось. И все готово. Чудесная статья написана. Две демки поясняют, как свойство Tapsize работает. И смотрите, тут даже написано Вадим Макеев и ссылка куда-то ведет. На мой твиттер. Откуда эта информация взялась? Тут просто написано PeoplesBee. У всех статьи на доке есть автор. И чтобы этот автор появился, нужно в папку People, репозитория контент, добавить карточку с вашим ником и там сделать описание, как вас зовут и какую-нибудь ссылку добавить. И у меня этот файл уже есть, я уже писал статьи для доки, и я вам покажу, где он находится и как он устроен. Давайте все свернем, сходим в папку People и найдем среди многих чудесных людей и меня не менее чудесного. Вадим Макеев, ссылка. В таком формате вы добавляете в файл, если вы делаете первый свой pull request. А я уже делаю не первый, поэтому у меня все уже есть. Ну все, статья готова. Commit, push, pull request, да, почти. Давайте еще сделаем проверку орфографии. Мы используем yaSpeller, специальный такой сервис, который помогает делать Яндекс, чтобы проверять орфографию на доке, чтобы там не было странных слов или опечаток. Давайте сделаем вот что. Откроем новую вкладку в консоли, в контенте, понятно. И здесь напишем npx yaSpeller и запустим вот такой скрипт. npx yaSpeller, only errors, file extensions. И мы с вами проверим правописание всех markdown и html файлов в этом репозитории. Запускаем. Напоминаю, что пакет JSON в репозитории контент нет. Мы хотели его максимально упростить. Но команда npx, которая появляется, когда вы ставите Node.js и npm на свой компьютер, она позволяет запускать любой пакет без его установки. Она его скачивает сначала, а потом уже запускает. И вот нам yaSpeller нашел три опечатки. Видите, три штуки, но она одна и та же. Слово tab, tab, его склонение. Давайте откроем специальный файл исключений. Он называется yaSpeller.json. Вот. И найдем здесь слово tab. Tab, ну ладно, чтобы с кавычкой, да. Вот, видите, здесь написано слово tab и все его формы, которые допустимы. YaSpeller не знает слово tab, и мы в словарь исключения его добавляем. И здесь есть склонение. Tabom, b, of, tabah, но нет taba. Поэтому мы пишем сюда букву a. Добавляем так, чтобы регулярочка сработала и без этих окончаний. И теперь yaSpeller должен перестать придираться к нашей статье. Запускаем его еще раз. Все. Здесь все хорошо. Закрываем. И пойдемте коммитить, что ли. Заходим сюда и смотрим все, что мы тут наделали. Давайте закроем это окно, чтобы оно нам не мешало. И посмотрим, что мы тут наделали. Мы добавили статью. Очень хорошо. Stage. Добавили демку со значениями. Stage. Добавили демку с адаптивностью. Этот файл и этот файл. И добавили в словарь исключений исключения. Тоже Stage. Ориджин. И пишем commit. Добавляет статью про tab size. Закоммитили. А теперь публикуем изменения в наш fork. Пока в наш fork. Ориджин. Отлично. Все готово. Давайте пойдем в наш репозиторий fork. И видите? Tab size. Появились какие-то пуши в нашей ветке. И мы возьмем и сделаем pull request. Нажимаем compare and pull request. И что здесь происходит? Смотрите. Из fork. People's Bay. Слэш. Контент. Из ветки tab size. В репозиторий doca guide content. В ветку main. Мы отправляем pull request. И он говорит. Добавляет статью про tab size. И очень важно оставить вот эту галочку. Allow edits by maintainers. Оно позволяет нам, редакторам doca, заходить и помогать вам писать статью. И давайте еще кое-что полезное сделаем. Мы сходим в репозиторий content. Сходим в issue. Найдем здесь tab size. И скопируем номер этого issue. И скажем, что наш pull request фиксит это issue. Тем самым мы свяжем. Это специальное ключевое слово. Есть разные вариации. Самая короткая – fix. Мы свяжем наш pull request с issue. И когда этот pull request смержет, он закроет нашу issue. Делаю pull request. И вижу, какие файлы изменились. Что здесь произошло. И жду, собственно, редактора, который придет ко мне и скажет, все ли я правильно сделал, нет ли там проблем, опечаток. Предложит мне какие-то исправления. И через некоторое время все появится на сайте. Я думаю, вы заметили, что все было довольно таки просто сделать. Ну, особенно после этого руководства. Я думаю, у вас вопросов практически не останется. Поэтому заходите, смотрите, что нужно проекту. Находите какие-то опечатки, ошибки. Или просто добавляйте вещи, которых пока нет в доке. Давайте сделаем общую платформу для всех нас. Чтобы в справочнике, на русском языке, понятным языком было все, что нам нужно для работы. Не будете пробовать контрибьютить в open source. Мы к вам придем, поможем. Наша редакция доки именно для этого там и есть. Чтобы вам, сообществу, отдельным людям помогать контрибьютить. Это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первыми увидели мои патроны. Если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами. Небольшая сумма в месяц позволит нам стать немножко ближе. Вы получите от меня наклейки, доступ в чат и что-нибудь еще такое, в зависимости от тира, который вы берете. Но если вам и так нормально, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. И давайте обсудим в комментариях, что вы думаете про доку. Понравился вам проект или нет? Будете ли вы контрибьютить? Считаете ли вы его хорошим, плохим, интересным, полезным? В общем, все вот это давайте обсудим в комментариях. Ну, увидимся в следующем видео. Пока!